здравствуйте в эфире новый выпуск нашей скорой семейной помощи со мной рядом психолог галина здравствуйте пора давать задание актерам до задание жизни посмотрим как наши актеры справиться сегодня когда позавчера ты сама не убираешься еще мне не даешь знаешь во первых я убирала так не портите мне настроение пожалуйста у меня сейчас важная встреча я не знаю зачем ты сейчас это делаешь а когда ну во первых все чисто рабочее место сначала тут нормально со своим рабочим местом я сам разберусь и пожалуйста не переставляй мои краски а то я не могла найти мне нужно было чертить вчера и я не могла найти где у меня там коле чё ты ко мне привязалась я к тебе привязалась да то чё я мою пол то краски пожалуйста не выводи мне сейчас мне нужно сейчас я не знаю что тебе нужно а когда меня выводить нет начала давай поговорим давай поговорим ты видишь я забежала 5 секунд мне нужно бежать на работу сколько вы сейчас очень вовремя вот начал время сколько без двадцати я двадцать минут еще можешь еще поговорить успеть слушай что тебе не нравится не могу понять позвони ельич поговорить там слушай я не знаю смотри за собой что за претензии какие то еще не понимаю ты домой 40 минут назад пришла на обед я пришла на обед я сварила тебе еще с утра сейчас разогрела потому что ты сам себе не можешь разогреть я вчера просил тебя о чем можешь я не сказала что там не забыла и позвони поговорите еще чуть опоздаешь алё 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 линочка да помолчи ты на извините дядя я не вам я ну спасибо тебе обиделась я где мое пальто да зачем ты перемешиваешь вещи постоянно я же я просила не делать этого не могу это сказать я тебе уже третий день такое делаю золоте на термом вроде показывала что там куда как у кого мама показывает да ты опять начинаешь да я ничего не начинаю ты начинаешь все очень делал я тебе говорю зачем ты говоришь мне как мама показывала я делаю по-другому потому что мне нравится как мама готовила но я иногда варю тебе как мама но не всегда же я буду делать как мама я это не обязательно делать как мама хотя бы нормально вкусно ну 21 век открой интернет прочитай там рецепт какой-нибудь ощущение как будто все готово ешь слушай почему я только сейчас об этом узнаю ты вроде ел вчера подавчера то же самое и а я не ел ты издеваешься до сейчас нет не издеваю ну хорошо ну что мне тебе варить конфликт из-за мелочей к сожалению в первый год супружеской жизни через это проходят все супружеские пары как же преодолеть этот недуг и сохранить любовь и уважение супружеской паре я тоже по молодости но у меня такое есть характере да я мог пройти где-нибудь и там не просто там по столу а где-нибудь там раз на палец посмотреть я мог ничего не говорить но этим было все сказано то есть потом проходило там дня три я там опять раз чисто что делала ваша жена ну вариантов много у нас было по-разному я давала тряпку и он вытирал что нужно было ответить мужу первое надо было промолчать это правильно и тогда бы вот не было бы вот продолжение начала вот это а потом когда у тебя сердечко успокоилось когда оно не такое вот там у тебя трепещет от того что тебе сейчас так хочется высказаться там вот а когда ты уже успокоился вечером может быть там через два дня через недельку и сказать ну надо как-то мне кажется но найти какие-то слова мягкие чтобы показать чтобы ее не обидеть как бы супруга чтобы она поняла и может быть и даже и стыдно отчасти стало что ну уборка некачественный дом даже сама интонация она же очень важна можно одни и те же слова сказать в разные интонации и воспринято будет совсем все по-другому когда венчаю вот ну бывает такое я но в конце там обычно опусственное слово да и среди прочего я всегда говорю настройтесь лет на 15 терпения потом будет счастье молодые люди считают что самые счастливые супружеские годы это вот самое начало ну когда такая влюбленность там пылкость такая на самом деле ничего подобного все будет только в конце но это с учетом если вот но действительно лет 15 потерпеть но таких ситуаций конфликтных будет возникать море просто и нужно учиться их сглаживать потому что это будет не первый год если кто-то будет говорить что мы прожили там всю жизнь счастливо там 50 лет вместе у нас никогда не было я не знаю может быть действительно такие уникальные семьи есть но мне вот в это не верится просто мне кажется здесь немножко по-другому обстоят дела а поскольку муж и жена воспитывались в разных семьях с разными устоями у них неизбежно вот такого рода нестыковки и именно гормональный взрыв когда я могу своей молодой жене на фоне этого прояснить все что угодно мне кажется очень помогает сгладить это дело я не говорил о том что это все плохо и нужно сначала там 15 лет каторги и ада а потом высеять солнце и ты выйдешь на свободу да да из загса с разводом в паспорте да ну конечно нет я же не об этом говорил я говоря говорил о том что чувство счастья и эйфории ты их даже механические и технически никуда не уберешь то есть они будут присутствовать конечно безусловно да но это только начало грубо говоря это зерно то которое то потом ты должен взрастить и из этого вот вырастет семья но для этого чтобы вот это произошло нужно очень сильно много потрудиться и прежде всего в терпении когда мы встречаемся мы как будто встаем на носочки каждый из нас пока пытается показать себя с лучшей стороны ну и давайте вспомним когда мы влюблены когда нас охватывает страсть мы же не видим недостатка друг друге мы смотрим и восхищаемся всем и то что нас радовало когда мы встречались вдруг начинает раздражать когда мы живем вместе вплоть до того что не так закрутил тюбик не так поставил зубную щетку нужно ли трезво подходить допустим общаешься с девушкой да нужно ли отдавать отчет действия что это другой человек если к нему уже подходить чтобы потом не было что я женился взял и пригревал внуков взял принцессу а она оказалась ведьмой чтобы такого не было знаете мужчина действительно часто говорят все девушки хороши откуда берутся злые жены но мужчины не замечают как сами меняются и подвигают женщин становиться такими завышенное отношение как женщине к мужчине так и мужчина к женщине мы готовы когда встречаемся завоевывать любить а когда мы начинаем жить совместной жизнью мы видим помимо достоинств восхищения и недостатки друг другу мужчина и женщина совершенно разные человека невозможно узнать да стопроцентно что вот она такая какая она есть в разных ситуациях человек ведет себя по-разному а а важно принимать другого таким какой он есть потому что когда мы встречаемся мы же его принимаем он же такой был он не изменился найти общее найти положительное а а страх потери любви очень часто приводит к тому что молодые супружеские пары начинают раздражаться по мелочам не говоря о том что на самом деле происходит мужчины очень часто думают да я же завоевал ее я дарил цветы я говорил ей ласковые слова я объяснялся в любви в конце концов я женился именно на ней чего ей еще нужно а женщина думает он перестал мне говорить ласковые слова значит он перестал меня любить говорите женщине о любви ведь когда женщина допустим упрекает мужа я часто привожу своим клиентам пример ты меня не любишь это обвинение это нападение а если женщина скажет я боюсь что я недостаточно хороша для тебя это уже путь задуматься а почему это происходит в нашей семье что мне нужно сделать не пытайтесь как-то не нужно стараться там выскочить замуж особенно девушек касается да вот побыстрее хотя бы надо ну годик полтора повстречаться чтобы вот эти вот нюансики которых здесь было сказано что мама вкусно готовит из вас сейчас вот кто-то вкусно готовит или нет ну так честно это надо этим заниматься сейчас надо к этому готовиться смотреть сходить в семью там посмотреть как живут посмотреть перед этим да а как готовит мама опять же состав семьи очень важен если один ребенок в семье ну это чаще всего такой вот ну с элементами эгоизма потому что ну родители в одного ребенка всегда стараются вложить и он не замечая впитывает это и становится таким неким потребителем хотя я не скажу что это знаете можно там и в многодетной семье нарваться что называется это не панацея но тем не менее как факт да есть бывает бывает мужчина и женщина делят власть кто в семье главный всегда женщина должна пожимать понимать что она вышла замуж то есть она сейчас замужем не он он женился на ней а она замужем то есть она за ним он глава ну и священное писание об этом говорит поэтому не нужно вот это вот с ног на голову ставить перестраивать все это тоже одна из ошибок кстати я хотела бы предложить вашему вниманию упражнения упражнения на сотрудничество вам нужно нарисовать картины на сколько удалось сотрудничество вот для вас мне было очень легко меня слышали мне вот говорили предлагали как вы договаривались кто что будет рисовать все на взаимных решениях все вместе вместе и взаимные решения вот так наверное и в семейной жизни да умение договариваться и делать все вместе было огромное такое но этот дом и участок нереальный если бы им показали документы но с данным заданием все таки они справились а и пока женщина я мужчина я конфликты будут а когда они объединяются в мы тогда они намучаются разрешать эти конфликтные ситуации и принимать друг друга со своими достоинствами и недостатками много говорили о том что в семье много придется терпеть и очень часто придется молчать а вот это как бы молчание оно вот не накопится если бы промолчал а потом когда здесь пришло в норму когда здесь уже не кипит аккуратно найти такую форму сказать об этом но не тогда когда оба закипели тогда ничего не получится там хоть говорите тысячу слов хотелось бы ну поделить может быть нашим небольшим опытом семейным важно не пояснять отношения а именно разговаривать то есть когда ты на эмоциях ты рискуешь наговорить лично сначала ты спрашиваешь а что с тобой а что с тобой потому что мы всегда начинаем кричать да вот я спросить и сказать а что ты хочешь а не заставлять вторую супруга или супругу догадываться о том а чего он хочет вот этими словами конфликтами когда он просто недовольный сердитый моет этот кол и не говорит а что же его так раздражает алё алё Линочка да помолчи ты извините я не вам я не очень часто происходят конфликты из-за того что они недоговаривают чего на самом деле они хотят очень часто для мужчины особенно как в семье некий считается такой зазор подойти первому просить прощения в конфликте на самом деле не надо этого стесняться и я тоже считаю что первый просит прощения тот кто сильный а сильный кто в семье мужчина муж а когда попросить прощения там все сглаживается потом все начинает налаживаться муж приходит обычно раздевается складывается одежду в одну сторону носки в другую как девушке приучить его к порядку я еще заметил очень хорошо в семейной жизни помогает юмор а у меня супруга поступила интересно она взяла эти носки и распекала в карманах сюда в футболку в тех важных местах где вообще не ожидает сумку и действительно меня это повеселило и я вообще это заметил в каждой семье будет свой индивидуальный подход вот она знала что вас это развеселит у вас есть чувство юмора другого могло это обедить да ты чего вообще на что-то намекаешь я что свинья потом раз она кастрюлю открывает да опа неожиданность тоже так что я советую прививку витамины юмора в семейные отношения это очень важно и хорошо я помогаю может мне варить жирную говядину от которой у тебя потом печень болит как мама делала мама мне так не делала она тебе говорила ты вообще не слушала ее что ли она тебе говорила не делать так она не делать так тебе говорила может ты к ней поедешь а будешь привычную еду есть убираться там будешь каждый день вещи будешь как любишь складывать тебе же не нравится что я вот не застилаю кровать иногда а делаю это в обед так сложно за любимой женой это все один раз убрать и второй раз я сделаю за тебя что-то ты этого не понимаешь чего ты за мной делаешь как минимум я тебя готовлю я стараюсь собираться как могу знаешь что я очень много работаю еще раз сказать как ты готовишь так прекратил меня встреча важная ну иди на свою встречу все пока давай пока давай пока данная конфликтная ситуация не разрешена молодая супружеская пара не присутствует здесь и сейчас они продолжают вспоминать все те конфликтные ситуации которые были когда-то пытаются уколоть сделать больно друг другу они пытаются унизить друг друга сделать больно и здесь мы видим нападение друг на друга а не разрешение конфликтной ситуации единственная надежда если он сейчас успокоится она сходит на важную встречу потом тоже немножко переосмыслив кто-то сделает шаг на встречу попросит прощения ну и потом они сядут на стол будут пить чай и говорят вот все эти моменты из-за чего все произошло надеюсь наш разговор был полезен и мы смогли ответить на волнующие вас вопросы помните что все в ваших руках и все вопросы можно решить мирным путем и и